Итак, опера уполномоченный по особым важным делам управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Крыму. Тимур Ясупов к нам присоединился и уже у нас в гостях и готов ответить на наши вопросы, касающиеся распространения рекламы о наркотиках. Правильно? Да. Скажите, пожалуйста, как сейчас с этой рекламой борются сотрудники МВД? Добрый день. Хотелось бы сначала в корень проблемы, так сказать, окунуться. Самая главная проблема нашего сегодняшнего, так сказать, общества, это распространение наркотических средств, психотропных веществ, в том числе и среди нашего подрастающего поколения. Поэтому МВД России в целом, так и МВД по республике Крым в частности, зрит эту проблему. Эта проблема находится на постоянном контроле. А зрит как? У нас камера где-то допустима устанавливается? Это, так сказать... Осведомлены, наверное, да? Да. Вот. Осведомлены в этой проблеме. Поэтому первая, самая главная задача наша, не то чтобы наказать, да, нецепричастных к совершению преступлений, но и профилактировать. Профилактировать в том числе и вопросы употребления, вопросы пропаганды среди нашего подрастающего поколения наркотических средств, психотропных веществ. То есть вы стандартно ходите, да, вот по учреждениям, вот это я понимаю. Вот мне просто это очень интересно. Я думаю, если ребята кто-то из нас услышит, это будет для них очень убительно. Что светит тому, кто пишет этот сайт, где можно приобрести наркотики? Да. Смотрите. В Российской Федерации в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена статья 6.13 административного кодекса «Пропаганда и реклама наркотических средств, психотропных веществ». За совершение данного правонарушения предусмотрены санкции следующие. Для физических лиц, то есть для простых обывателей. Это штраф от 4 до 5 тысяч рублей, в том числе и админарест на срок до 15 суток. Для юридических лиц, это имеется в виду индивидуальных предпринимателей, должностных лиц, штраф от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией предметов, используемых в качестве пропаганды, а также при становлении деятельности предприятия на срок до 6 месяцев. Ну так-то довольно, мне кажется, скромно. А что же касается предприятий, неужели есть предприятия, которые таким занимаются? Да, я вам сейчас поясню, я не закончил. Кроме того, для общества граничной пенсии ООО предусмотрена также административная ответственность в размере от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Что значит совершение административного правонарушения в данной сфере? Здесь есть несколько видов совершения правонарушения, в том числе и обыденные, это нанесение надписей на объекты инфраструктуры, городской, поселковой, муниципальной. Да, совершенно верно. Надписи какого содержания, адреса интернет-ресурсов, которые осуществляют распространение наркотических средств. Кроме того, есть такой вид данного правонарушения, как реализация продукции, на которую нанесена наркосимволика. То есть в данном случае это могут быть предметы одежды, аксессуары, иные какие-либо предметы, в том числе и продукты питания, на которых имеется наркосимволика. Что под собой подразумевает понятие наркосимволики? К этому понятию можно отнести изображение стилизованное, листа растения по внешним признакам. Да, и даже можно, мне кажется, в Симферополе и бабушку с планом увидеть, которая идет на Пайте. Нет? Такого не видели? Определение слова план, конечно, вы так... Ну, каннабис, да, скажем. Вот. Что по этому поводу хотелось бы сказать. Индивидуальный предприниматель, который на своем торговом месте осуществляет реализацию продукции, на которую нанесена подобная наркосимволика, уже совершает административное правонарушение, поэтому хотелось бы... Это все носочки как раз такие, да, с лепесточками? Носочки, пайты, кофты, может быть, какие-то ремни, брошки и тому подобное. Поэтому хотелось бы обратиться к этим лицам и сказать, что прекращение противоправной деятельности, то есть совершение правонарушения, оно собой подразумевает, что лицо исправилось, добровольно прекратило деятельность и, может быть, не привлечено к административной ответственности. Буква. Вот. Что по поводу наскальной живописи, так сказать, да, в кавычках, которые мы лицезреем практически ежедневно на стенах. По этому поводу МВД по Республике Крым совместно с Государственной антинаркотической комиссией Республики Крым, совместно с органами местного самоправления, волонтерами, которых мы привлекаем для оказания помощи МВД. И практически еженедельно проводятся совместные рейды по устранению тех надписей, проводятся рейды по профилактике, так сказать, индивидуальных предпринимателей, в том числе и на торговых точках. Разъясняется правовая ответственность. Хотел бы вопрос задать, я думаю, тоже будет довольно мотивирующий. Смотрите, вот буквально недавно смотрел документальный фильм про закладчиков, и говорят в нем, что в среднем они живут на свободе три месяца. Как эта работа ведется по их поимке? Насколько действительно, вы думаете, закладчик может заниматься своей деятельностью, при этом не попасть в пользу зрения правоохранителя? Ну, то есть, насколько быстро его обнаружат? Ну, на самом деле, если исходить из практики, то на сегодняшний день максимальное количество, так сказать, походов, которые осуществляет среднестатистический закладчик задержанный, ну, не более трех. Это среднее количество тех раз, когда он умудряется разложить так называемые... Как их обычно обнаруживают? Чисто случайным способом, патрулированием или... Есть много разных способов в данном случае, в том числе и оперативным путем, которые, ну, в силу тех или иных обстоятельств разгласить я не могу. Поэтому я вам скажу так, в данном направлении работа ведется на постоянной основе, и чтобы, ну, так для статистики сказать, в среднем в неделю, ну, не менее трех лиц задерживаются за распространение наркотиков путем заклада. Они же не получают даже тех денег, по сути, ради которых они это все делают, потому что они не успевают, они очень быстро просто садятся и все. Правильно? Ну, фактически, да, я с вами согласен. В данном случае каждый закладчик, когда избирает для себя этот путь, он должен прекрасно осознавать санкции, статьи предусмотренные... Ну, давайте вот подытожим, что время заканчивается. Насколько сядет закладчик? Смотрите, каждый закладчик, который осуществляет закладки наркотического средства, которое именуемо в простонародье соль, ну, от 10 до 20 лет. Это четвертая часть статьи 228-1, санкции которой предусмотрены наказанием от 10 до 20 лет. 20 лет за ошибку. Да. Вот так вот решили вы, значит, подзаработать, а оказались за решеткой на 15-20 лет. На этой позитивной новости мы переходим к нашей следующей рубрике.